Городу Серпухову исполнилось 650 лет. Это место называется здесь Красная Гора, отсюда начинался город. В 1379 году освящен был Троицкий собор, заложенный князем Владимиром Андреевичем Харубром, о котором в летописи сказано, сей знаменитый муж жил недолго и представился с доброй славой князя, любившего пользу Отечества более власти. А это остатки белокаменной крепостной стены Серпуховского Кремля, разобранной в 1934 году по приказу Кагановича, то ли на фундамент Дворца Советов, то ли на строительство метро его имени тогда. Из 36 храмов осталось в древнем русском граде Серпухове всего 19, да и то по преимуществу вот в таком виде. Верно, колокольня Ивана Белого снесена фашистскими снарядами в 1941. Так что церковь – инвалид войны. 650 лет в несколько фраз не уложишь, но все-таки. Ну, Серпухов прежде всего – это победа на Куликовском поле. Серпухов – это парусина для петровских кораблей. Серпухов – это сестры милосердия для войны. А сегодняшний Серпухов? Сегодняшний Серпухов – это индустриальный центр. 36 крупных промышленных предприятий, 162 вида продукции от микродвигателя для доизвестного автомобиля АК, который еще не вышел в серию. Пока народ подтягивается к стадиону, где центр праздника, мы с оператором Анатолием Ивановым пытаемся передать прелесть очарования и тишину Серпухова. Совсем маленькое соло оператора. И снова уже оживленная улица ведет нас к храму. Высоцкий монастырь. Сюда для душевного созревания и понятия красоты прислан был Андрей Рублев. Теперь понемногу и с трудом великим возрождаются славные веки истории Серпухова. Но это в будни, а сегодня праздник. Центр его, как мы сказали, на стадионе. Серпуховичи от мала до велика пришли сюда и приехали. Заканчивается парад духовых оркестров. Сейчас в небе воздушные спортсмены. Сначала летчики показывают свое искусство. А вот и парашютисты падают с неба. Непростое дело при ветерке. А с неба праздник виден? Да, очень хорошо. И как он выглядит? Замечательно. Очень много народу, пестрая толпа и очень праздничное настроение. И у вас тоже? Конечно. Один остряк на трибуне, а может и не остряк вовсе, сказал, хорошо бы с небес еще и колбаски подбросили. Ее и подбросили. Не с небес, верно. Ну что ж, в самом деле она к празднику дело не лишнее. Заканчивать пора, ведь всего не покажешь. Разве что вот этот памятный знак в честь 650-летия Серпухова. Теперь он будет стоять на центральной площади города.